Физкульт привет, друзья и ученики! И просто случайный зритель! Сегодня я хочу поделиться с вами одним из своих любимых завтраков. Готовить его легко и просто. Давайте посмотрим, как это делается и что нам для этого понадобится. Для приготовления вкусного и полезного завтрака нам понадобятся две лепешки буррито, одно яйцо, творог, немножко зелени и масло-спрей. С чего начинаем? Начинается все со сковородки. Но для начала выкладываем примерно половину порции того творога, которую хотим использовать для сегодняшнего приготовления нашего завтрака. Почему половину? Потому что легче будет размешивать с яйцом и зеленью. Сначала добавляем, как вы видите, яйцо, разбивая его в творог. Творог, сейчас вроде бы можно говорить и так, и так. Хорошенько и тщательно перемешиваем. Чем тщательнее вы перемешаете, тем будет лучше. И качественнее получится вообще сама наша заправка. Затем, друзья, необходимо нарезать зелень. Зелень тоже мы нарезаем довольно-таки мелко, насколько это возможно. Насколько мы можем себе это позволить. Наши пальцы, мелкая моторика. В общем, вы понимаете, чем мельче мы нарежем, тем легче это все будет перемешать и лучше это все будет уже смотреться. И в качестве вкусовых предпочтений я люблю, когда мелко нарезано. Не знаю, как кто. Стараемся, чтобы не было отходов производства. Затем это тоже все хорошенько и тщательно перемешиваем. После того, как мы перемешали, добавляем оставшийся творог в нашу уже перемешанную смесь. И еще разочек хорошенько и тщательно все перемешиваем. И наша заправка будет готова. Естественно, чем качественнее вы перемешаете, тем лучше. Как вы видите, я также добавляю и мелко нарезанный уже сыр пармезан. Можно делать без сыра, можно добавлять любой другой сыр. Мне нравится делать и так, и так. С сыром как-то более пикантно получается. Включаем духовку на максимум и спрыскиваем нашу сковородку маслом. Легкий слой, просто чтобы было легко переворачивать лепешки. Берем лепешку и прожариваем одну сторону. Смотрим, когда она немножечко подрумянивается, убираем ее. Почему только одну? Потом поймете. Берем следующую лепешку и прожариваем уже обе стороны. Сначала хорошенько прожариваем одну сторону, переворачиваем. И понижаем нашу духовочку, чтобы лепешка не подгорела. И вот сейчас наступает самая ответственная часть. Нужно очень хорошо, аккуратно и тщательно разложить нашу заправку. Наш творог с сыром и зеленью по лепешке. Желательно так, чтобы примерно по краям лепешки оставался где-то сантиметр. Это нужно для того, чтобы заправка не выходила за края и не подгорала на сковороде. Ничего страшного, но ничего хорошего в этом тоже нет. Когда вы все хорошенечко разложите по лепешке, можно вилкой, можно ложкой, кому как удобней, можно будет уже использовать второй наш блин. И мы той стороной, которую поджарили, кладем вниз. То есть вовнутрь. И у нас получается, что необжаренная сторона сверху. Хорошенечко все прижимаем. И после того, как все это будет сделано, мы переворачиваем нашу с вами лепешку. Видите, уже успела подрумяниться, пока мы все эти манипуляции производили с начинкой и со второй лепешкой. И ждем, когда будет готова уже вторая сторона. За время приготовления можно несколько раз переворачивать туда-сюда лепешки. Почему нужно делать это все уже в заключительной на медленном огне? Просто, чтобы не подгорело, а чтобы наша начинка успела тоже приготовиться, чтобы сыр расплавился. Ну вот, лепешка наша готова. С обеих сторон хорошенько прожарена. И мы несем ее на стол. Где, после того, как она остынет, а можно и сразу, нарезаем ее на части. На четыре или более частей. Можно есть ее как холодной, так и горячей. Лично я предпочитаю больше, когда она остывшая. И даже если остаются куски, утром мне нравится из холодильника есть ее, именно не разогревая. Вот, друзья, такой полезный завтрак получился. Попробуйте. И обязательно напишите мне, как вам понравилось. Ну что, друзья, отпишитесь в комментариях, как попробуете. Насколько вам понравился такой завтрак? Сколько времени у вас заняло приготовление? Больше вам нравится, когда горячая лепешка, или когда уже подостынет? Пишите, как любите и чем любите завтракать именно вы. А еще хочу поделиться с вами уникальной информацией, которую открыл сам для себя недавно. Оказывается, в России производятся одни из лучших аминокислотных комплексов. Уникальность этого комплекса действительно зашкаливает, и нет аналогов в мире. Насколько качественные и инновационные используются применения в использовании данного комплекса. Называется он Эргамин. Оставлю ссылки все в описании к этому ролику. Попробуйте, вы будете удивлены, насколько качественно чувствуется работа данных аминокислот. Почему и как они уникальны, и как они производятся, вы можете прочитать на их официальном сайте. Единственное, хочу сказать, что производят эти аминокислоты и другие комплексы на основе аминокислот. Не просто люди с улицы, как это часто бывает в спортпите, или даже спортсмены, а научные умы. И то, что это сделано у нас в России, это дорого стоит. Так что, друзья, тоже кто попробует, или кто уже пробовал, пишите в комментариях, как вам все это понравилось. А мы с вами, как всегда, увидимся в тренажерном зале сухой мышечной массы, всем, друзья, и силы без травм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...